Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях понедельника, 12 ноября. Смотрите в ближайшие минуты. Это будет или вагончик, грубо назовем, или какое-то здание, где можно было прийти пограничному наряду и оформить. Обойдутся и вагончиком. В региональном правительстве в очередной раз обсудили пограничные переходы. Водителям припомнят старые грешки. Полис ОСАГО подорожает для виновников ДТП. Сам факт того, что она в начале года научилась только сидеть. Все лучшее детям. В Калининграде родители на свои деньги открыли реабилитационный центр. Вот здесь спал на этом диване. На меня дождь идет. Потоп средь ночи. Кто ответит за ЧП в квартире и почему наши крыши чьет до самых холодов. На балу у Кальмана 130 лет спустя в драматическом театре ставят уникальную оперету. Проблем с очередями на границе нет. Так считают в правительстве области. 12 ноября там обсудили пограничную политику. Особое внимание уделили строительству водного погранперехода в Рыбачье. Он по-прежнему бездействует и стал самой проблемной зоной. Новые сроки открытия водного погранперехода на российской стороне – 2013 год. Ну а пока обсудили его внешний вид. Это будет или вагончик, грубо назовем, или какое-то здание, где можно было прийти пограничному наряду и оформить. Больше не надо ничего. Начальник погрануправления Олег Луцких несколько раз отчетливо повторил, дворцов в Рыбачьем строить нет смысла. Погранпереход будет носить статус временного и зимой функционировать не будет. Поэтому и средств достаточно в размере 3 миллионов рублей вместо предложенных 30. По наземным границам неясности тоже остались. Например, многих водителей интересует, обязательно ли выходить из машины при пересечении российской границы. Можно не выходить, но имейте в виду, что процедура, она тогда удлиняется. Почему? Потому что тот контролер, который находится за компьютером, то есть ему необходимо выйти, подойти к машине, взять эти паспорта, проверить. Потом назад точно так же пройтись. В результате за час пропускная способность снижается со 100 машин до 50. Еще одно средство от очередей – создание дорожных полос внутри пункта пропуска взамен накопительных площадок. Последние, кстати, дают возможность подзаработать незаконно послушным гражданам. А вот программа «Открытый шлагбаум» принесла свои плоды уже сейчас. Очередей перед погранпереходами нет. А если и происходят задержки, то только по вине польской или литовской стороны, отметили в правительстве. Запишись уже сейчас. До открытия польского визового центра в Калининграде осталось всего пять дней. Но записаться на прием можно уже сегодня. На сайте компании VFC Global открылась запись на прием заявлений на польский шенген и разрешение на малое приграничное движение. На текущий момент записаться на подачу документов на польскую визу можно прямо на день открытия центра, 16 ноября. А вот тем, кто хочет получить разрешение на МПП, придется подождать до следующего понедельника. На сайте визового центра можно будет отследить движение паспорта, изменить дату подачи документов или вовсе отменить запись. Визовый центр в Калининграде откроется на улице 1812 года 126. За свои услуги он будет брать сервисный сбор в размере 735 рублей. Автострахование подорожает. Стоимость полиса ОСАГО может возрасти до 3000 рублей. Напомним, сейчас базовая стоимость этого полиса 2000 рублей. И она не менялась с момента его введения с 2003 года. С 2013 года при оценке стоимости полиса начнут учитывать и страховую историю водителя. Проще говоря, совершенные им аварии. Уже с 1 января такие сведения о страхователе и его автомобиле станут поступать в специальную базу данных. По мнению страховых компаний, подобные меры не только снизят количество ДТП, но и сделают всю систему автострахования прозрачной. Данное введение положительно отразится как на страховом рынке, так и на взаимоотношениях между водителями и страховыми компаниями. Страховщики смогут поощрять водителей, которые не совершают ДТП, более низкими тарифами, более низкими целями на полисах. К слову, еще до введения такой системы, многие страховые компании всячески поддерживали безаварийных водителей. Чаще всего скидками. Ускориться не удастся. Хотя состояние калининградских дорог позволяет водителям разогнаться и забыть о пешеходах. Для предотвращения ДТП городские власти намерены придавать участкам дорог вблизи пешеходных переходов неровности. Делается это за счет так называемых шумовых полос. На днях подрядчик закончил заливку пластиковых неровностей на Московском проспекте вблизи второго эстакадного моста. По мнению властей, это поможет снизить скорость движения до 30-40 км в час на одном из самых аварийных пешеходных переходов на Московском проспекте. Таким же способом к концу года должны обезопасить переход на улице Александра Дневского. Напомним, первый опыт заливки шумовых полос в городе был на Московском проспекте в прошлом году. Искусственные неровности были сделаны перед переходом у спорткомплекса «Юность». Врожденные неврологические заболевания у детей можно лечить. Это буквально каждый день доказывают в организации детей-инвалидов «Мы вместе». Ее создали сами родители и на свои деньги приглашают в Калининград лучших в своем деле врачей. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике «Подари мне надежду». Маленькая Вика ведет себя спокойнее, когда рядом находится мама. Сеанс остеопатии как испытание. У малышки сразу два диагноза. Гидроцефалию врачи обнаружили еще во время беременности. После рождения болезнь мозга дала осложнение и детский целибральный паралич. Поначалу врачи давали неутешительные прогнозы для Вики и предлагали ее маме отказаться от девочки. Но спустя два с половиной года приезжие специалисты сделали немыслимое. «Идет накопительный эффект. Может пройти несколько курсов. Или один курс, а через месяц будет только эффект. Сам факт того, что она в начале года научилась только сидеть, а вот сейчас, 19 октября, она научилась ползать на четвереньках. Это все идет постепенно». Таких детей, как Вика, их родителей болезнь объединила. Свою организацию они так и назвали «Мы вместе». Это место, где детей, страдающих неврологическими заболеваниями, буквально ставят на ноги. Несколько раз в год родители особых детей в складчину организовывают курсы терапии от ведущих врачей. «Многим родителям, услышав подобные диагнозы для своих детей, хочется рассчитывать на чудо. Эти люди решили не дожидаться чудес и сами взяли инициативу в свои руки. За два года, благодаря организованным курсам, помощь уникальных специалистов получили почти полсотни детей. И результаты терапии впечатляют». Впечатляют результаты лечения и самих родителей. Именно поэтому они платят тысячи рублей за курс приезжего специалиста. «Соответственно, есть спрос на эти курсы. Соответственно, и мы специалистов приглашаем. Калининград стоит. У нас просто есть определенная сеть, я даже не знаю, как это назвать. В общем, на этих специалистов очередь. Они ездят по всем городам». Чтобы добиться таких результатов, в Калининград приезжают сразу несколько специалистов. Сегодня в город приехали детский психолог и логопед, массажист и врач-остеопат. Но даже несмотря на видимое улучшение, останавливаться Яна не намерена. «Мы растем и дальше ищем информацию. Естественно, реабилитация нам уже нужна более серьезно. Если раньше с маленьким ребенком нужна была только гимнастика и массаж, то сейчас уже нужно занятие логопеда, психолога, занятие в группе, чтобы она с другими детьми начала контактировать». Почти каждый месяц общество особых детей и их родители пополняется новыми членами. Помочь детям-ангелам можете и вы. Телефоны общества вы видите на своих экранах. Глеб Федотов, Константин Казанцев, Виктор Буздин. Служба новостей город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. «Вот здесь спал на этом диване, на меня дождь идет». Потоп средь ночи. Кто ответит за ЧП в квартире и почему наши крыши чинят до самых холодов? Пьяных за борт министерство готовит поправки в Воздушный кодекс. На балу у Кальмана 130 лет спустя в драматическом театре ставят уникальную оперету. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей город в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Крыши по осени чинить начинают, а страдают жильцы. Очередной сигнал поступил в редакцию Первого городского от жителей улицы Красноармейской. В одном из домов из-за ремонта кровли на верхнем этаже начался потоп. Наша съемочная группа попыталась выяснить на кого, а самое главное, где искать управу пострадавшим. Подробнее о следующем материале выпуска. «Я ночью просынаюся два дня назад. Вот здесь спала на этом диване, на меня дождь идет». Ирина Ивановна сначала подумала, что дождь этот ей приснился. Потом оказалось, что потоп в жилом доме случился наяву. Боевая готовность к следующим наводнениям в квартире номер 20 уже как третьи сутки. А хозяйка только недавно сделала ремонт и обновила всю мебель. «Так вы знаете, до сих пор в домоправление не пришла комиссия, чтобы составить акт. Даже и не подумали». Чуть раньше капитальные работы начались и на крыше дома. В итоге теперь и в подъезде нужно делать косметический ремонт. Очередная попытка дозвониться до родного ЖЭКа для пенсионерки оказалась более удачной, чем предыдущие. «Крышу кроют или уже свернули работы?» Правда, выяснить сроки окончания работ на Красноармейской 29 по телефону так и не удалось. «Это вам нужно, знаете, с кем девушка? Это вам нужно ответственность за этот капитальный ремонт от заказчика». «Так, а это кто? Как нам?» «Это Абелякова Анна Васильевна». «А где нам можно ее найти?» «Если у нее нет, она будет завтра». И при личном общении с представителями МУП РСУ номер 24 сначала тоже безрезультатно. «Какая квартира?» «Квартира номер 20». «Пятый этаж, да?» «Пятый этаж, да. Красноармейская 29». «Камеру выключи, пожалуйста». Потом выяснилось, что подрядчик заступил на объект еще в первые месяцы лета и по договору должен был сдать его заказчику до начала зимы. Контролировать сроки, по словам руководства ЖЭКа, в данном случае должны сами жильцы. Так гласит жилищный кодекс. «Они все собственники, они дети маленькие. Они должны нести ответственность за свой дом, а не жаловаться никуда, в том числе вам. Контролировать работу подрядчика. Если бы они это делали, подрядчик давно бы уже закончил свою работу». В том же ЖЭКе нам подсказали еще две инстанции, где искать виновных за потоп на улице Красноармейской, администрация районная и городская. С той же оговоркой почитать жилищный кодекс. Действия жильцов согласно жилищному кодексу в данной ситуации должны быть следующими. Если после ремонта крыши в квартирах будет продолжать течь, можно смело писать заявление в ЖЭК. И только после этого здесь смогут принять меры и обратиться к подрядчику с претензией. Кстати, претензий в этом году можно ожидать очень много. Как и в прошлом, крыши на жилых домах в Калининграде продолжают латать до сих пор. В 2011-м ремонтная кампания завершилась 31 декабря. Уложиться раньше этого срока, по прогнозам сотрудников Дома управления, получится вряд ли. Мария Пусникова, Виктор Буздин. Служба новостей. Город. Резиновые сапоги калининградцам точно не пригодятся. Синоптики обещают в ближайшую неделю сухую и теплую погоду. Ну а пешеходы, оказывается, нарушают правила дорожного движения даже чаще, чем водители. Ну а подробнее об этих и другие новости в нашей постоянной рубрике. Короткой строкой. Пьяные люди – угроза для безопасного полета. По этой причине пассажирам могут запретить приносить спиртные напитки на борт самолетов. Минтранс готовит поправки в воздушный кодекс. Требования коснутся и алкоголя, купленного в дьюти-фри, и проданного непосредственно на борту. Его будут просить сдать и складировать в специально отведенном месте, а после полета возвращать владельцам. Предлагать пассажирам стаканчик крепкого бортпроводники все же не перестанут. Пешеходы нарушают правила дорожного движения не меньше водителей, а значит должны нести равную ответственность. Депутаты Госдумы предлагают увеличить штрафы для пешеходов до уровня штрафов для автолюбителей. Напомним, сейчас переход дороги в неположенном месте обходится в 200 рублей. У российских телевизионных каналов появится конкурент в лице ОТВ. В январе 2013 года в России начнет вещание новый телеканал – общественное телевидение. Офис компании будет находиться в телецентре Останкино. В эфире канала планируется ток-шоу, а также появление молодежной и детской редакций. Власти сэкономили. Поставка и ввод в эксплуатацию информационной системы Калининградской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальной электронной карты обойдется области не в 17, а в 10 миллионов рублей. Конкурс выиграла новосибирская компания «Золотая корона». Напомним, карта станет удобным инструментом для получения услуг пенсионного и медицинского страхования, а также платежей. Неделя по прогнозам синоптиков будет теплой и практически без дождей. В Калининград придет Атлантический циклон. Днем температура воздуха превысит норму для этого времени года. Термометр покажет до 10 градусов тепла. Осадки ожидаются только в воскресенье. Курсы валют на 13 ноября. Доллар США – 31 рубль 60 копеек. Евро – 40 рублей 21 копейка. Литовский лид – 11 рублей 64 копейки. Польский золотый – 9 рублей 66 копеек. Бал в драматическом театре. Специально к юбилею знаменитого композитора Имра Кальмана к ленинградские режиссеры поставили необычное для них театральное представление – оперету. Именно благодаря созданию этого жанра композитор Кальман стал известен во всем мире. Венскую оперету уважали и в России. Ну а на репетиции побывала наш корреспондент Полина Степанюк. То, что происходит за моей спиной – это уникальное событие. Солисты календарской филармонии и даже Большого театра репетируют концерт на балу у Кальмана, который посвящен 130-летним со дня рождения короля опереты. Концертный духовой оркестр, танцы и оперные голоса звучат в драматическом театре. Популярный жанр 20 века – оперета – не устарел и в наше время. На репетиции солисты пока выкладываются только в голосе. Костюмы до выступления спрятаны в гримёрке. Фраки, смокинги, цилиндры – всё, как и было в оригинале прошлого столетия. На каждый номер свой наряд. Это вот цилиндр, неотъемлемая часть опереты, это трость. Ещё у нас будут на выход белые перчатки. Ну, в общем, мы подготовились достаточно хорошо к этому мероприятию. Александр Дудницкий работает в Калининградской филармонии меньше года. Ранее оперету исполнял только сольно. А на этом балу же удостоился роли в оперетах Боедера и Сильва в паре. И очень рад такому событию. По словам солиста, ничто даже в 21 веке не сможет заменить старых добрых песен и танцев. А для меня оперета – это брызги шампанского, это красочность, это яркость, это блестящие костюмы, это прекрасная музыка. В концерте примут участие десятки артистов с разными диапазонами голоса. Сопрано, бас, тенор, баритон – все профессионалы своего дела. Специальной гостьей бала Кальмана стала солистка Большого театра России Наталья Полининова. На сцене она исполнила малоизвестные композиции. «Если колико сядь могли ты…» Полининова приезжает в Калининград с гастролями не в первый раз. И признается, наш город стал уже родным, во многом благодаря оркестру и коллегам по артистическому цеху. Да и Имри Кальман стал ниточкой их сближения. Композитор, еврей по происхождению, но проживающий в Венгрии, сочинял нестандартные опереты. В них сочетались легкость, игривое настроение и стопроцентный праздник или трагедия. Арии опереточные Кальмана очень сложные по технике исполнения и требуют, конечно, хорошей постановки голоса. В общем-то, в принципе, эти арии должна петь оперная певица, я считаю. И та певица, которая не подготовлена, никогда это не споет. А чтобы все прошло без ошибок, за дирижерскую палочку лично взялся директор Калининградской областной филармонии Виктор Бабков. У него в связи с этим концертом есть уже некоторые планы на будущее. В репертуаре филармонии очень много таких произведений, которые могут состояться перед этой. Тем более, что мы уже в этом году не успели, а теперь спохватились на следующий год. 26 июня, в день рождения опереты, это такой праздник мы будем отмечать, будем, наверное, представлять концерт. А так как этот праздник еще и юбилейный, то калининградцы увидят настоящий бал. Полина Степанек, Дмитрий Казаков, Служба новостей Город. На этом все. Если вам есть что рассказать городу или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру. И я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. Там же вы можете увидеть онлайн-трансляцию телеканала. Ну а в студии была Виолетта Гришина. Я с вами прощаюсь, но эфир продолжит финансовые новости.